Сегодня одесситов по звуке сирены воздушной тревоги. Это не вяжется с нашим пониманием. Но раз оно стало возможным, каждый из нас делает все, что может, для того, чтобы Украина была Украиной и Одесса оставалась Одессой. Мы разослали наше воззвание ко всем одесситам всех стран, нашим филиалам, нашим друзьям. И мы почувствовали, как они относятся к Одессе, к клубу. Уже сегодня собрано около 5000 долларов, за которые мы изготавливаем плиты, броненоски и того, бронежилеты. Мы, как минимум, экипируем одно из отделений территориальной обороны, составили 24 человек, а у них было, представьте себе, На 24 человека всего было два бронежилета, потому что это новое образование. Это люди, которые встали на защиту города. Они не были военными, они были цивильными людьми, преподавателями, врачами, кем угодно. Сегодня они солдаты, которые стоят на защите нашего города. И мы их обязательно оденем. И дай Бог, чтобы они им не понадобились, но они будут чувствовать себя защищенными. Я вам представляю бойцов территориальной обороны. Вот Андрей, Андрей, да, командир отделения взвода, взвода за гражданской жизни, ну, близок к экономисту. Правильно я говорю? Правильно. Николай, актер, 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 и он вынужден взять в руки оружие. У меня два актера из Макромых, еще тот же. Замечательно. Альберт, участник АТО, прошел уже многое-многое, да? Вот. И он здесь, в Одессе, защищает нас. И, кстати, я хочу сказать, что вы делаете. Дмитрий, в чем в гражданской жизни был? Шампанское делал. Вот. Делали все для мира. И сегодня продолжают делать все для мира. Поэтому мы вручаем им эти бронежилеты, да, для того, чтобы они чувствовали себя спокойнее, чтобы они чувствовали себя с нами, или мы с ними. Ребята, давайте поаплодируем. Они торопятся. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы должны сказать, что мы оденем бронежилеты, и я вам даю честное слово, все, все 24 человека, оденем бронежилет. Любимый город может стать спокойнее. Дай Бог, дай Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦМЕНТЫ 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 Я скажу так, что мы попали в ТРО 26-го числа, это было непросто. 24-го были безумные очереди, 25-го были безумные очереди, 26-го пришлось ввти на хитрость, сказать, что мы стояли в очереди 24-го, чтобы нас пропустили. И мы попали туда. Что здесь было? Мы попали в ТРО, записались. Сейчас мы находимся под Одессой, на одной из окраин, охраняем одну из наших трасс. Вы можете поверить, что мы с одной стороны очень ждем этих товарищей, мы готовы. Поверьте, они по этой трассе никуда не заедут. Но все спокойно, впереди нас настоящие солдаты, настоящая армия, настоящие богатыри. Мы их видим, мы с ними взаимодействуем. Они просто реально красавчики. Так что еще раз говорю, любимый город может спать спокойно. Поэтому вот сегодняшний вечер, да, он тоже посвящен защите Одессы. Да, это литературные чтения, но здесь собрались люди, которые душой и сердцем болеют за Одессу. Я передаю слово Оксане. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады видеть вас в нашем клубе. В тот момент, когда в Одессе происходят такие печальные, тяжелые события, мы продолжаем серию литературно-музыкальных встреч. Как показал опыт этих встреч, они очень помогают всем нам, и бойцам территориальной обороны, и Одесситам, чувствовать свою причастность, чувствовать жизнь в Одессе. И я уверена, что музыка слова в состоянии трансформировать звуки ужасных сирен и взрывов, трансформировать музыку любви в музыку любви, в музыку надежды и весны. Сегодня мы услышим замечательные рассказы любимой нами всеми Елены Андрейчиковой. Аккомпанировать ей будет Наталья Бура. И я безмерно счастлива, думаю, так же, как и вы, что вместе с нами здесь сегодня Евгений Михайлович Голубовский, наш вице-президент, который представит нашу сегодняшнюю участницу. Пожалуйста. Я думаю, что представлять причастников, в общем-то, нет нужды. Их все знают. И я благодарен, что они откликнулись и принимают участие в этих литературных чтениях днём, а не по вечерам. И все равно это будет записано на камеру, все равно это увидит город. И, конечно, замечательно, что это все совпало с тем, что Голубовик смог сегодня вот эти бронежилеты, которые мы собираемся дарить телообороне, начать это дело. Начать, потому что я думаю, что оно будет иметь продолжение. Также я рад тому, что удаётся какие-то деньги получать от наших друзей, поэтов, писателей всего мира на помощь. Нашим поэтам, писателям, опять-таки, надеюсь, что это не разовый случай, а будет продолжаться и дальше. В общем, мы вместе, и это есть некая гарантия того, что всё будет хорошо. Спасибо. Мы с Еночкой договорились, что эпиграфом к нашей встрече, к её рассказам, хорошо будет, если прозвучит песня на стихи Григория Пожиняна. И она, мне кажется, в тему. Когда Григория Пожиняна. Закрыл я, и все мы ждали, смотрели, Кого забыли, ждали, смотрели, А я не знал. Когда приходит тишина, Идут такие одни, Когда приходит яд, Мы тоже не одни. И от свистого луфа на ней Ложится грустный свет, Но без весельных футаней Весенних ночек не тянет. В конце концов, я просто человек. Я имею право на ошибки, На выплеснувшиеся сверх чьей-то меры мои эмоции, И скрытые под ироничной улыбкой Мои же чувства. Я могу кого-то запросто разочаровать, И еще проще в ком-то разочароваться. Я больше не пытаюсь это изменить, И принимаю со всеми возможными последствиями. Как бы мне не хотелось все предусмотреть, Я все равно могу съежиться, сутулиться, Оступиться, поскользнуться, Подвернуть ногу или спустить уставшие рукава, Прыснуть соплями, слезами, воплями. Я могу грызть себя за это, уродуя, И без того тонкую, восприимчивую ко всему кожу. Да, я просто человек, который боится, путается, ошибается. Я могу думать об этом каждую минуту, Могу болеть этим, переводя внимание С важных событий, проходящих мимо меня. Я даже могу умереть от отчаяния, Не оправдав собственных надежд, И заодно надежд всего мира. Я имею на это право, потому что я живой человек. Могу, но не буду. Я выбираю жить. А потому, дорогой мир, Предъявляющий каждый день новые требования, Без предупреждения, меняющий условия игры, Выкручивающий мне руки, Выворачивающий наизнанку мои слова, Вырывающий у меня обещание сдаться, Выжидающий то ли слабости, то ли силы, Тебе придется меня потерпеть. В конце концов, ты просто мир, Населенный просто людьми. А я женщина, которая знает, чего хочет. Мы должны договориться. Ребята, это большое счастье вас всех видеть. Совершенно по-другому теперь мы оцениваем каждую встречу, И в этом составе, и в этом месте. Это удивительно для меня. Спасибо вам большое. Эту эссе я написала очень давно, я не знаю, 5-7 лет назад. Но мне показалось, что вот сейчас я его прочту, И оно актуально. Мы снова пытаемся, я пытаюсь договориться сама с собой, Пытаюсь договориться с миром. И очень хочется верить, что у нас это получится, да. И с миром. И главное... Я что-то совсем разнервничала, потеряла все слова. Главное, что, вы знаете, за это время, буквально несколько дней, Как я начала принимать тот факт, что мы живем в войне. Это очень сложно и долго приходило в меня, и там... Всякое со мной случилось за это время, я имею в виду психологически. Но я начала принимать этот ужас, что война это тоже часть мира. И в 21 веке тоже это часть мира. Но, несмотря ни на что, мы все равно вместе. Мы продолжаем любить, мы излучаем какую-то нежность. А сегодня так вообще-то чудесный день. И пусть у нас их еще будет очень-очень много. Мы все, конечно, на это надеемся. Мама, а что такое дилемма вагонетки? Ты повторяешь эти слова 13-й день. И я рассказываю своему сыну. Сначала о женщине-философе Филиппе Фут, Которая разработала этот этический мысленный эксперимент. Вы, конечно, слышали. Движущийся поезд или вагонетка грозит пяти людям, привязанным к рельсам. Они могут избежать смерти, если переключить рычаг. Тогда поезд перейдет на другую колею и убьет только одного человека. Пожертвовали бы вы одним, чтобы спасти пятерых? А если вагонетку можно задержать, сбросив другого человека с моста на рельсе, Каким будет ваше решение? Мой Дима хочет практических заданий, И я осторожно предлагаю ему варианты, Кабу он спасет в придуманных мной ситуациях. К черту осторожно, с ней время сейчас реверансничать. Тяжелый выбор, твердые ответы, аргументы, с которыми я согласна. Быстро живо он принимает решение. Война учит этому. Тринадцатый день, мать ее подряд. Она заставляет его решать дилемму вагонетку каждую минуту вместе со мной. Выезжать из Киева или остаться? Что взять с собой, а что невозможно? Стоять в километровой очереди за бензином? Или дотянуть до умани? Перебирать или есть то, что есть? Поиграть в телефоне или сделать всем горячего черного чая? Выезжать из Одессы или остаться с папой? Ехать в конвое или разделяться? Ждать семерым машинам одну или это опасно? Подвезти женщину с детьми, которая истерит? Или женщину с детьми, которая сохраняет спокойствие? Спать или следить за навигатором, чтобы я в темноте не промахнулась по воротам? Быть мальчиком, спасаемым мамой? Или мужчиной, спасающим маму? Я с радостью избежала бы такого опыта для него. Лучше бы как раньше, совершенно однозначно. Мы бы все хотели открыть глаза и проснуться. Многие стали еще взрослее. И я. Теперь я не мама мальчика, а мама мужчины. Так и до внуков недалеко. Какого лешего? Мне рано. Я молода, красива и не сдамся. Ни оккупантам, ни хандре. Женщинам шампанского и тюльпанов. А детям детства. Ну, мы еще успеем же ими разгордиться. К черту войну, к черту несвоевременное взросление. К черту дилеммы, к черту тюльпаны. Но хочу горячего черного чая. Сделай, мой зайчик, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Я прочитаю стихотворение моего друга поэта Андрея Пермякова. На русском языке стихотворение было посвящено моей книге, которая называется «Нежные выживут». Но он перевел на бритский язык и уже немного добавил новых реалий. ВИЖИВУТЬ НИЖНИ 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 и выживут нижние. Бо нижние за сутью своёи вильни. А вильни за сутью своёю сильни. Бо нижние насправдя неймоверно крути. И выживут нижние, как не крути. И выживут нижние. Так, а сейчас я прочитаю рассказ, который называется «Ключики». Он тоже из прошлой жизни, но мне почему-то захотелось именно его сегодня почитать. «Ключики». Вот, если бы дети сами могли выбирать себе родителей по своим личным предпочтениям и симпатиям, давайте представим чисто гипотетически. Вот что имело бы значение сговорчивый характер, приятная внешность, стрессоустойчивость, гастрономические пристрастия. Очень удобно, когда все любят одно и то же. И не надо каждый раз вылавливать из супа варёную морковку или того хуже, лук. Важность чистоты, уюта и высота интонации при их нарушении. Образ жизни, распорядок дня, жаворонка или сова, холерик или меланхолик, псих или невротик, отношение к алкоголю, табаку и наркотикам, к театру и блатбастерам, отношение между мамой и папой, любовь или привязанность, а может быть, зависимость, отношение к детям, как к детям, как к идолам или как к равным. Всё это важно и играло бы не последнюю роль при выборе отцов и матерей. А ещё отношение к шоколадным конфетам или ненависть, но общая, или любовь. Любовь всегда, конечно, лучше. Страшно представить, что бы тогда получилось, когда бы всё перемешалось, кто бы кого навыбирал. Или не получилось бы ровным счётом ничего. Искали бы и искали себе подходящих бесконечно. Как капризные девушки, желающие выйти замуж, только заедя. Таких, как всем известно, не бывает. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, всё-таки только начать. Я продолжу позже. Ребята, заходите. Проходите. Проходите, проходите. Куда? К краялю. К краялю. К краялю. Я сюда. Давайте, чтобы мы не прерывали. Идёмте, вы наденете. Плитый по камерам. Да, да. Ладно, подождём. Пускай. Пускай здесь. Дай посмотреть, минуты тут. Пускай. Пускай здесь. Пускай здесь. Пускай здесь. Увидела мужчин с оружием, весь выбросил. Не кусайте, не бойтесь. Смотри, какие красавицы. Она не боится, рано по-моему. Лена, а примерить? Нет. Продолжать? Продолжать? Нет, так еще два. Примерить? Ну ладно, ребят надо. А, там? Там удовольствие. Давай посмотрим. Привет. Пойду против. У меня облегченный вариант. Ничего, дети. Самый красивый. Не раздеваюсь. Договорились. Это военный шторм. Все, договорились. Хорошо. Улучшим консляцию. Давайте, да. Так. Так. Идеальных родителей не бывает. Давайте я продолжу все-таки. Если вы все еще пытаетесь такими стать для своих детей, то зря стараетесь, сказал бы Глеб. А он тот в родительских делах знает. Их идеальных нет и быть не может. Он эксперт, он же ребенок. Глебушке им в голову бы не пришло выбирать себе родителей. Он был фаталистом. От судьбы не уйдешь и все такое. К тому же у него была прекрасная мама. Папы не было. Ну, если у тебя есть прекрасная мама, иногда этого достаточно. Иногда даже более чем. Есть такое свойство у некоторых мам. Нечего ему было делать. Страдать по мифическому папе, который был папой, ему каких-то 20 минут. А потом встал, оделся, чмокнул маму в ухо и исчез. И достаточно бы Глебу было только мамы. Родственников у них никаких не было, не считая парочек очень смешных и очень дальних. А потом ему исполнилось три. Внимание соберите, сейчас будет самое грустное в истории. Ну, какая жизнь проходит без этих грустных моментов. Мы не хотели вас огорчать, но придется. Так вот, Глебу стукнуло три и мама пропала. Чтобы в истории был только один грустный момент, скажем всю правду до конца. Мама пропала навсегда. Без вести пропала. Искала ее полиция, тщательно искала, но не нашла. Глеб взлился очень. Бесила его эта ситуация. Он, конечно, взрослый, смышленый. И даже сам научился одеваться и кроссовки засегивать на липучки. Нет, наш с тошными руками еще не разобрался. Но липучки это уже тоже не так просто. Жутко его бесило мамино исчезновение. Как же можно было такое устроить? Он не плакал. Он злился, молчал, иногда ворчал на весь белый свет за его бестолковость. Пока маму все искали, за ним полгода присматривала бабушка. Или скорее он за ней. Она была подслеповатая и глухая напрочь. Как включат свои эти ни для кого не новости на весь дом. Или ток-шоу про припадочных. Она сама их так называла. Или дебаты лидеров мнений. Один другого громче и глупее. Но зато Глеб был в курсе всех государственных и мировых тенденций. Везде хаос, везде бардак. Не только в его маленькой жизни. А бабушка вовсе не бабушка была, а так соседка. Но кормила хорошо. И борщ, и сало, и капуста квашеная. Только на шоколад им не хватало. Полгода прожили они вместе, а больше тянуть было некуда. Надо было что-то с Глебом решать. Вернее, ему надо было выбирать свою будущую жизнь. Новых каких детей. А по печительскому совету правильно оформить все бумажки. Бабушка, это же ненадолго. Бабушка, это временно. Все в этой жизни временно. Глеб давно понял. Как только мама такое натворила. Поэтому пришло время решать. Не взрослым, а ему самому. Вот еще взрослых слушать. Они же иногда как маленькие дети. Хуже почти всегда. Еще в первые дни, как мама пропала, на пороге нарисовалась эта странная парочка. Они однажды для себя решили, что будут child free. Бездетные, короче. Вдвоем развлекаться. И ни за кого не будут отвечать. Это Глеб не сразу узнал, намного позже. Но понял тут же, что люди подозрительные. Child free. Можно было бы их назвать картошка-фри. Если бы Глебушек разобрался в тот момент, что к чему. Точно именно так бы их и называл. Стоят на пороге и жмутся друг к другу. Чего жметесь? От страха, что ли? Да, Глеб, страшен и суров. Брови сдвинул для импозантности. Щеки надул для важности. Ногу на ногу закинул. Просто для удобства. В окно задумчиво отвернулся. Для демонстрации жизненной позиции. Подумаешь, родственники пожаловали. Не гостеприимен. Не дождетесь. И пузырь из слюней пустил. Для большего устрашения. Хотя понимал, что в его возрасте это уже неприлично. Дядька еще ничего. Высокий, смоглый, бородатый, серьезный. А тетка смешная. И не тетка вовсе. Так, девочка. Светловолосая, голубоглазая, перепуганная. Какая польза от нее может быть? Спасибо. Уходите. Вам пора. Мы Стасией, то есть Стасией, Павловной. Сами разберемся. Повадились тут ходить, все углы рассматривать. То одни, то другие. Как живется мальчику? Никак. Без мамы же. Но терпимо. Что не ясно. Жить буду. Что будем делать? Спросил шепотом дядька у тетки. Думает, Глеб не догадывается, о чем бородача. Все он понимает. Больше вашего. Родственник же. Вроде троюродный мамин брат. Чувство вины, жалость, легкая неовременительная симпатия. Да, Глебушек был всегда уверен в своем диком обаянии. Что им главное? Поскорей бы решить вопрос. Толерантненько и по-любски. Принять посильное участие в судьбе дальнего племянника и сбежать в свою child-free зону. Помогать, конечно, сказала светловолосая девочка, которая думает, что она взрослая женщина. Конечно. Все у этих взрослых? Конечно. Зачем нам помогать? У нас все хорошо. Ладно, конфетами помогите. Конечно. Они и переводили деньги Тася на пенсионную карточку. Исправно каждую неделю. На конфеты. И даже иногда на мороженое. Через месяц приехали снова. Не имется. В такую даль плестись. На Глеба посмотреть. Смотрите. Только в профиль. Мне с вами неинтересно за окном осенний дождь. Что будем делать? Только взрослые у взрослых могут такое спрашивать. Когда ответ уже очевиден для обоих. Для обоих после Глеба. Может заберем его? Вопросы на вопрос. Сразу видно тетка из Одессы. Ты не обязана. Мы будем помогать. Но ты не обязана. Ты тоже не обязан. Но я думаю, мы сможем. А как же? Мы же раньше хотели. Заберем. И зачастили. Глебушек, почував недобро, всячески избегал общения с ними под благовидными предлогами. То срочно надо крестик на заборе начертить. То от уличной грязи ладони отмыть. То по маленьким взеологическим нуждам. То по крупным. Опять же таки. Дождь в окне. Если мужчина еще был ничего, не представляющий особой угрозы. Пытавшийся смешно шутить. То женщина была очень подозрительной. Метила на место его мамы. Как же. Дура. Две мамы одновременно. Быть не может. И к тому же женщин Глеб вообще разлюбил. Они все лгуни и даже любимые мамы. Однажды исчезают навсегда. Поэтому ко всем, у кого есть грудь, стал относиться с подозрением. Полные мужчины ни в счет. Не делайте из ребенка недоумка. Он заманивал конфетами. Она игрушками. Глеб не вез. Конфет уже на вашим чувством вины наелся на годы вперед. Игрушки его интересовали минут 15. Но честь, гордость и достоинство брали свое. А потом мужчина внезапно оказался с интеллектом выше среднего. И достал из кармана джинсов ключи от машины. С пультом от сигнализации. Пять кнопочек. При нажатии любой загорается красная лампочка. И брелок в виде фонарика. Тонкий яркий лучик. Глебу, бесстрашному воину света. Как раз не хватало этого лазера для борьбы со вселенской тьмой. Подружились. Это еще что. Бородач повел Глеба за ворота и разрешил пультом открыть эту самую машину. Настоящую. Не в коробке на батарейках. По таскиным коврам катать. Хонда. Черная. Огромная. Подружились они крепко. Все трое. Глеб. Бородач. И В-образный двигатель. Что будем делать? Новый дружочек. Все не унимался. И часто писал этим вопросом свою женщину. Когда думал, что Глеб не слышит. Будем брать. Боюсь. Он же вообще на тебя не смотрит. Он игнорит. Он грубо игнорит. А если не найдете общий язык? Не боишься? Боюсь. 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 Но будет. Посадили Глебушку в конду. Правда, на заднее сидение. И тетка эта перепуганная рядом села. Ну, он не сильно сопротивлялся. Засиделся он на Таисии под теплым боком. Пора и на мир посмотреть. Повезли куда-то по украинскому бездорожью. Плохо Глебу стало. Пришлось конфеты все вернуть. Два раза. Хорошо, хоть сиденья кожаные. Влажными салфетками все легко оттерлось. Привезли в высотный дом. Завели в какую-то квартиру. Глеб ночью уже не возмущался. Спать хотелось. И на ночь скандалят. Только не уравновешенные. А у Глеба с этим все в порядке. А у парочек, видимо, с нервами не очень. Потому что, как не успели его спать уложить, побежали на кухню. Выпить чего-то крепкого. Сил у него уже не было вставать и идти им объяснять, что нервам от алкалоидов толку никакого. Так плацебо, быстрое и слабодействующее. За все, что было связано с Глебом, отвечал теперь мужчина. Кормил, купал, играл, сказки на ночь читал. Учил шнурки завязывать и цифры запоминать. Тетка все время за ними наблюдала. Но приближаться не решалась. Может и решилась бы. Видно же она и скрытно нагло. Но Глеб взглядом обозначил для нее допустимый радиус приближения. С дядькой они подружились. Оказалось, что и дядьки в жизни нужны. Корешить с ними хорошо и весело. Как-то он раньше эту возможность не рассматривал. А сейчас понравилось. Особенно, когда рулить разрешал. На его коленках, правда, сидеть приходилось. И постоянно. Всего метров пятьдесят, но два поворота. Рулил Глебушек сам. Без помощи больших и теплых рук папы-бородача. Как-то проснулся дома. Да, дома. Чего уже выпендриваться? Привык. А папы нет. Поискал везде? Нет. Только тетка по дому ходит и улыбается. Надо бы спросить. Где он? Куда подевался? Спросить не знаю. Они же даже толком не знакомились. Не представлялись. Так бродила тут смешной тенью по квартире. Сама тоненькая, трогательная, нежная. Волосы лохматые после ночи. Глаза голубые, сонные. Пижамка белая. Пальцами на ногах ерзает по полу. Сесть-то в нее не становится. То ли холодной ей, то ли что. Капочки бы надела. Как же звать-то тебя? Не помню. Но позвал. А она взяла и расплакалась. Чего ты ревешь? Ладно, подружимся. Только плакать прекрати. Мама. Мама ее позвал. После того дня только так ее и звал. То первую маму больше не вспоминал. По крайней мере, вслух не упоминал. Не потому что забыл. Не забыл. Помнил. Просто эту маму не хотелось огорчать. Очень уж она нежная. Нежных надо защищать, а не огорчать. Особенно взрослых. Они же хрупкие совсем. С ними в обращении максимальная осторожность нужна. Такое Глеб всегда понимал. Словом, если бы ему пришлось выбирать, он, наверное, их бы и выбрал. А что, характер сговорчивый у обоих. Мама упрямая, но договориться можно. Внешность приятная. Папа вообще на Глеба похож. Копия. Гастрономические пристрастия идеальные. Никаких морковок, луковок. Они вообще суп не варят. Образ жизни. Распорядок дня. Отношения между собой. Отношения к детям. Уровень тревожности. Тут нужно корректировать. Но, в общем-то, неплохо. Может, и сознательно выбрал. Главное, что все в доме любят шоколадные конфеты. Когда в руки берет ключи от машины, всегда улыбается. Купился на ключике, купился на машинку. Ну и ладно. Знаете ли, хоть раз в жизни Глебу можно и ребенком побыть. В этом состоянии иногда важные и правильные решения. Японцы говорят, что... Спасибо. Спасибо вам. Вам спасибо. Японцы говорят, что дом женщины и зеркало. Но они же не имели в виду боковое зеркало моей машины, в котором я живу с начала войны. У меня же есть дом. Как рак отшельника. Облюбовала себе ракушку в одном из многоэтажных домов Киева. Обживала ее. Населяла своими бредятниками, рендолингами, книгами, тарелками, картинами, платьями. Купила желтое уютное кресло. Поставила его у окна, чтобы часами смотреть на прозрачное небо. Приготовила кеды и солнцезащитные очки, чтобы гулять по городу. Сидеть за компьютером и пить чай в хипстерских кофейнях у Лукьяновского метро. Странно пить чай в кофейнях. Но кто мне запретить свободной женщине в двадцать первом веке? Одна жалкая, дряхлая тварь запретила. Хуже вообще запрещает жить. Во наивности утром в четверг, впервые услышав сирены воздушной тревоги, я решила, что это на два-три дня. Я взяла с собой сына, две книги, документы, одну пару туфель, один спортивный костюм, одно платье. Сын не взял школьные учебники, тетради и игрушки. Мы же на два-три дня, правда, мама? И уехали. Сколько нам еще кататься и по каким городам, я не знаю. Два-три дня звенят в голове, но все меньше верится. У меня есть дом, понимаешь ты, жалкая, дряхлая тварь. И я хочу туда вернуться. Каждому человеку нужен дом, куда можно прийти и быть самим собой, расстать в расслабленности на своей территории, в окружении своих предятинок, книг, тарелок, картин, книг и платья. Ну, тебе, жалкая, дряхлая тварь, платья не нужны, а пускай. Дом, где ты испокоен и, безусловно, счастлив, где даже домашняя тишина что-то шепчет тебе родным голосом. Я вернусь и буду признаваться в любви детским игрушкам. Каждой. Даже этому дурацкому огромному тигру по лесгорнику. Да, сыночка, представляешь? Как только вернусь в свой дом. А тебе, тварь, тоже пора возвращаться домой, где ты наконец-то будешь спокоен и счастлив. Смерись, тебе конец. За всех, кого ты оставил без дома. За тех, кто уже никогда не вернется домой. Твой дом с коротким адресом ад давно ждет тебя. Хотя боюсь, что даже сам сатана не захочет открыть тебе дверь. Поприскует. А за мое желтое новое кресло с видом на небо, к которому я все еще не могу вернуться. Тебя ждет дикий, жуткий, страшный, ужасный, зловещий, жестокий, мучительный, чудовищный конец. Так вы чтите. Жалкая, дряхлая тварь. Я произношу жалкая, дряхлая тварь и не знаю куда смотреть. Сама уже не... А это кук. А это кук. Это кук. Все понимают. Все все понимают. Мы говорили, что это свекровь. Какой вы понятливый однако. Вдруг свекровь на онлайн виситет сейчас. Так, ребята, давайте я еще прочту одно коротенькое С, и мы будем болтать и обниматься и наслаждаться другими. Однажды одна разумная людина, а именно поэт Владислава Ильинская, мне сказала, не стоит забывать, что даже свои люди могут внезапно оказаться чужими. В тот момент мне стало страшно. Я долго переваривала неприятные мысли, готовила для себя аргументы принятия. И вот оно пришло. Свои оказались чужими. Тотально и повсеместно. Но я все равно не могу понять, как можно ненавидеть своих. Как можно ненавидеть чужих, кроме одного ублюдка. Все, я к нему возвращаюсь. Тут я со всем разумным миром солидарна. Я, конечно, не святая Тереза Калькутская. Мол, всех люблю и всех прощаю. Но я принимаю мир, который так устроен. И не хочу тратить на это время, изрыгивая хейт. Кому хочется на здоровье, видимо, так легче справиться с болью. Но есть и другая беда, когда свои ненавидят своих. Ненавидеть, потому что вы в городе тихо. Ненавидеть, потому что вы уехали. Ненавидеть, потому что он не пошел в добровольцы. Ненавидеть, потому что мне стыдно. Потому что у вас есть свет. Потому что она восемь лет молчала. Потому что не на том языке. Ненавидеть, потому что у меня чувство вины. Ненавижу, потому что все еще ты улыбаешься Потому что вы живы Потому что ненавижу Нам мало одной страшной войны Мы ведем миллионы маленьких Но не менее страшных войн Своими же близкими Миллионы мирских жалких Путина Сидят внутри каждого из нас И держат в скрюченных пальчиках Ту самую кнопку Против непохожего на нас Родственника или соседа Да, нам всем страшно Мы все немного паранояльные Шизофреники, как он Мы все хотим одобрения, признания, любви Но ненавистью мы же зло не победим А что если каждому угомонить Этого обреченного старичка Внутри себя Маленькое, но важное дело Для каждого человека Где бы он сейчас ни был Утихомирить свой собственный голос ненависти Против своих Ад же против своих И черт с этим Пусть свои иногда оказываются чужими Так бывает, так случается Мы не сдуемся Мы справимся Мы разберемся Ради победы Ради нашей победы Ради этого безумного мира В котором свои бывают чужими Но которым однажды Отчаявшись и разуверившись Когда совсем не ждешь И окончательно разочарован Среди чужих Ты натыкаешься на своих Аплодисменты 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 Белый песок Небо разметало Аплодисменты Аплодисменты Видишь, ах, ведь он насыщенный, Накуречный сладость за рюкз. Видишь, ах, ведь он насыщенный, Накуречный сладость за рюкз. Какая музыка, как жива, Какая музыка, как жива. Спасибо.